Благодаря своей плодородной земле и теплому климату наш благодатный край по праву называют житницей России. Но для получения отменного урожая в сельском хозяйстве нужны хорошие специалисты. Путь к настоящему профессионализму зачастую начинается с учебно-опытного школьного участка. Об этом в нашем следующем репортаже. В нашем районе прошел муниципальный этап краевого смотра конкурса «Достижение учебно-опытных участков. Агрофестиваль. Будущее своими руками». Цель его проведения – повышение значимости сельхозпроизводства и развитие интереса к профессиям агропромышленного комплекса. В конкурсе приняли участие школьники образовательных организаций Славянского района, ведущие учебно-опытническую, исследовательскую и практическую работу. В северном парке собрались увлеченные и знающие ребята из городских и сельских школ. Они не понаслышке знакомы с трудом на земле. И это радует. Край наш весь аграрный. Нам нужно каждый год все больше и больше специалистов, которые бы максимально работали в всевозможных сферах. Не только знакомые нам культуры выращивали, но и вписали что-то новое. Акклиматизировали всевозможные новые фрукты, овощи. А также выполняли ту роль и видели, что агронаправленность не только работает с тяпкой на земле, но это и механизация труда. Особенно современная робототехника нам необходима. И мы стараемся, чтобы ребята понимали, что нужны агротехники, нужны инженеры, нужны те, кто будет создавать сорта. Агрофестиваль собрал неравнодушных ребят и учителей, чтобы они обменялись новыми идеями, чтобы ребята показали себя и нашли свое призвание. Смотр-конкурс помогает каждому школьнику продемонстрировать результаты своего труда. Мы очень рады принять участие в агрофестивале. Наша школа весь год трудилась. У нас наш школьный сад, в котором растут груши, алыча и другие фрукты, овощи. Мы очень старались, выращивали. У нас замечательные сливы, персики, виноград. У нас в школе также растут груши, сорта конференция, которую мы выращивали целый год. Я сделала про него проект, который мы предоставляли судьям и использовала летнюю обрезку, зеленую обрезку, которая проводится с мая до конца июня. Также наша школа занимается работой со станцией ЮНАТОВ по программе Агрошкола. И все очень любят наш сад, ухаживают за ним, выращивают вот такие замечательные фрукты и овощи. 11 команд соревновались в трех номинациях. Лучшее оформление экспозиции, лучшее выступление агитбригады, мой рекордный урожай. Конечно, конкурсанты старались показать себя с лучшей стороны. Это все наше, все выращенное в нашем поселке Забойском. Мы очень любим заниматься трудами. Например, дома мы часто копаем картошку, там и рис, у нас есть и сливы, яблоки, груши, много всего. Все выращивается у нас, многое из чего собирали прямо сегодня. В старину у нас очень любили проводить народные ярмарки. Ярмарки считались праздником, а народная мудрость гласит, любая душа празднику рада. Наша экспозиция называется «Дары осени». На ней представлено все, что выращено нашими детьми и их родителями. Справедливое жюри оценивало участников агрофестиваля по таким критериям, как соответствие тематики, научность, оригинальность, эстетичность оформления, культура речи и исполнительское мастерство. Наш девиз – будем любить краснодарский край, растить богатый урожай. Мы гостей свист качаем, круглым пышным караваем. Он на блюде расписан, с белоснежным ручником. С караваем соль подносим, поклонясь ответа просим. Дорогой наш гость и друг, принимай хлеб в соль из рук. После подведения итогов были отмечены лучшие. Победителем муниципального этапа смотра конкурса стал Амир Абакаров. Среди агитбригад и в оформлении экспозиции победила команда школы номер 16 «Юные агрономы». Я очень рада, что наша команда выиграла в конкурсе агитбригада и выставка экспозиций. Мы заняли две номинации и все первые места. Мы очень долго готовились. У нас это заняло очень много времени. Постоянно все репетировали по несколько раз. Но этого того стоило. Победители муниципального этапа краевого смотра конкурса достижений учебно-опытных участков «Агрофестиваль. Будущее своими руками» представят наш район на краевом конкурсе в Краснодаре в октябре этого года. Способные ребята продолжат развиваться в этом перспективном и нужном направлении. Андрей Вишневский, Станислав Борбыка. Программа «События».